Друзья, привет! Вы на моём канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, вот видите, я отвернулся от монитора. Во-первых, я буду знакомиться с перекинезисом. Я его на лицо ни разу не видела. Вот сейчас моя первая реакция на его лицо. А треки слышала? Давай, девчонка, поехали. Я таким бы представляла или нет? Подожди, стой, ладно. Всё уже посмотрела, да? Ага. Фу. Привет. Привет. Садись, пиздюк. Ты что, Файлл-фантис? Файлл-фантис – это тогда огромная история. Нет, что-то я другим представляла. Точнее, история – легенда. Привет. Каким представляла? Ребятки, я его другим представляла. Ну, каким представляла? Вот знаете, кем представляла? Опиши, пожалуйста. Во-первых, я его представляла худеньким. Ну, здесь же он крепенький, он же не худой, да? Худеньким. Воус такие, знаете, темные воусы у него, мне показалось. Как-то возле типа дредов что-то. И такая вот фуражка. Такая же есть, как вот поля вот так вот. Вот так вот поля отпущены. Почему ты так и представляла? А он вообще другой, да? Давайте слушать будем. Ну, умненький мальчик, да, видно. Умненький мальчик. На внешность хорошенький, да, ведь? Симпатичненький. Ну, приятный молодой человек, да, ведь? Мне нравится он. Друзья, привет. Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Перекинесис – легенда о богине Гросс. Перекинесис – легенда о богине Гросс. И память, как стена, не забыть, как нет, не петновенно. История одна, что достойна была в сердце Лакинана. Себе возжелала в руки сердца океана. В Лакином отроки, грозовые облака. Так, ребятушки, вот останавливаю, скажу. Во-первых, красивая музыка, ребятки, очень красивая. Голос очень красивый, ребятки. И тем более я вот с ним познакомилась, с Перекинесисом. Я же его не видела раньше. Я представляла его совсем другим. Темненьким, вот с такими косичками. Почему-то, не знаю я. И с шляпкой такой вот, с полями. А сейчас вот я его другим увидела. Что он блондинчик, стройненький, симпатичный. И что он не глупый, а умный мальчик. Потому что я слушала его, не много слушала, но слушала. По его речи я поняла, что он не глупый человек. И мне интересно слушать сейчас его треки. Интересно, ребятки. Намного интереснее, чем тогда, когда я не знала, кто это, понимаете. Ну вот, давайте слушать, друзья. Тянутся по морю, как лизина, и пока не лету на воду, огонь, и развергнутся небеса. Грянет круг, воспылают небесные телеса. Скажем прям, богиня гроза явилась и потребовала сердце океана. На сердце океана утру. Отвергнутые морем ее горе, и слезы ее воли. Ее воли и любовь, и всяко нам. Известны как безумие, свойственно всем богам, прикоснувшимся к любви. Но это ли их есть вина? Любовь к божественному, противоестественному. А ты по-настоящему сама, любил никакой, не сходящей с ума. Но это ли их есть вина? И любовь к всему божественному, противоестественному. А ты по-настоящему сама, любил никакой, не сходящей с ума. Ребята, какой он молодец, ребятки. И какой он фантазер, ребята. Это же его фантазия. Фантазия о любви. Это же вообще. Как вот эта богиня грез влюбилась в море, в океан. Это же интересно. Богиня гроз. Гроз, я сказала. Богиня гроз, да. Понимаете, любовь. Это же вот надо, знаете, придумать это. Это получается фантазия какая у него. Он же все это представляет. У него всегда интересная история. История очень интересная, ребятки. А голос шикарный. Как красиво варьируют голосом, ребятки. Красиво, очень. Музыка шикарная. Конечно, мне нравится, ребятки. Очень нравится. Я наслаждаюсь. Тем более после знакомства с ним. История очень интересная. И любви. И любви всему божественному противоестественному. И из тяги запечатаны в конвертех. Она тронула свой ум. Возвращаясь к Богу смерти. Как обиды поумнятей. Крамногласный крик был таков, чтобы едва не потопила материн. Размышляя в одночасье. Вольностей китаги, а тогда хотя бы его часть. Она решила получить любовь с удовольствием, отделила от себя обиду ненавистские бои, Снежав с волоской обеды, чтобы все ее убийски превратились в капли, Крупливого с имени, и срываясь в плес, она в погрязнительном грехе, Трава благотворит себя сама. Но всему предшествует печаль, тьму и портаги на своем божественном начале, Ледяная колыбель от окров, для рожденного из проклятой тропы, Все с души не дали тронфы, и подля холыбель, Возвела богиня ледяную цитадель, Какая боль ее родитель, как не хотела, не смогла свою химеру полюбить, И забыла боль. А ты по-настоящему сама, любила никакой, не сходящей с ума, Но это в ней есть вид, и любовь всему божественному, противоестественному. А ты по-настоящему сама, любила никакой, не сходящей с ума, Но это в ней есть вид, и любовь всему божественному, противоестественному. Субтитры создавал DimaTorzok ребятки очень красивый трек очень красивый молодец это надо все сочинить придумать как у него фантазия развита да все это писать да это же вообще интересно как роман какой-то да ребят какую-то книгу повесть да друзья вы понимаете любовь противоестественную значит получается понимаете можно полюбить то что это ну нельзя полюбить к тебе именно да вот он здесь пел о богине гроз ребята да она влюбилась понимаешь что потом произошло очень а голос как у ребята шикарный какой красивый голос ребята как он красиво им поет как он владеет им да ребят чистый голос прямо чистый голос ребятки да музыка красивая ребятки я в восторге мне очень понравился трек очень ребятки слушайте наслаждайтесь друзья очень интересно послушать пока друзья